Добрый день! Это наше время на Freedom. Далее говорим о главных событиях субботы. В Никопольском районе Днепропетровской области россияне атаковали спасателей. По данным местных властей, когда огнеборцы приехали ликвидировать последствия предупредительного удара оккупантов, а путинские войска атаковали дроном повторно. Один спасатель ранен, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Россияне обстреляли село Дучаны Херсонской области. Погибла женщина. Как сообщили местные власти, полученные ранения были несовместимы с жизнью. В Полтавской области умерла женщина, которая накануне пострадала от российского удара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Вчера обстрелом повреждено более полусотни частных домов. Из-под завалов одного из них и достали женщину. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, однако медикам не удалось сохранить жизнь пострадавшей. Украина ведет активную работу с союзниками над поставками дополнительных средств ПВО. И в этом вопросе есть большие успехи, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он приоткрыл тайну, что сейчас готовится еще несколько положительных решений относительно противовоздушной обороны. Но всех деталей раскрывать не стал. Я не могу об этом говорить, но президент работает. Это вчера была тоже ключевая тема. Мы работаем, военные работают, все работают. Последние два месяца мы перевернули мир вверх дном для того, чтобы найти решение. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в эфире марафона Едыни Новыйны. Покровское направление – одно из самых сложных на фронте. Там украинские военные ликвидируют большое количество российских оккупантов и техники. В ВСУ показали видео уничтожения БТР с десантом РФ. На нем видно, как бронемашина Брэдли практически в упор бьет по противнику. Но даже несмотря на большие потери, россияне не прекращают штурмы, пытаясь продвинуться вглубь украинской территории. Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев именно на Покровском направлении. Имея огромные резервы живой силы, россияне оперативно восполняют безумные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на мгновение. Из сообщения сухопутных войск вооруженных сил Украины в Телеграм. Еще 1210 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также уничтожены 9 танков и столько же боевых бронемашин противника, 36 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 59 тактических беспилотников. А еще 7 крылатых ракет и 78 единиц автомобильной и спецтехники. Украина и Израиль. Главные темы переговоров президента Франции и США в рамках государственного визита Джо Байдена в Париж. Лидеры государств уже приняли участие в приветственной церемонии возле Триумфальной арки и в параде на Елисейских полях. Среди тем, которые также обсудят Макрон и Байден, сотрудничество в Индотихоокеанском регионе и различные политические вопросы. В Париже между правительством Франции и Украины было подписано грантовое соглашение о привлечении 200 миллионов евро на восстановление и реконструкцию критической инфраструктуры. Речь идет о таких сферах, как здравоохранение, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение, разминирование, а также жилищное строительство и цифровые технологии. Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления. Также мы решили, что 60 миллионов евро из этого фонда будут посвящены энергетическому сектору и его приоритетам. Украина ценит всю поддержку, оказываемую Францией с первых дней этой страшной войны. Это поддержка нашей защиты на фронте, обороны наших городов от российских ударов и глобальное, совершенно справедливое давление на Россию за эту несправедливую войну. Мы вместе с Францией много сотрудничаем политически и на двустороннем уровне, и в Евросоюзе. Мы ценим наше экономическое сотрудничество с Францией и договоренности, в частности, о совместном производстве оружия. Также Франция передаст Украине боевые самолеты «Мираж» и запустит программы подготовки украинских пилотов. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Точное количество истребителей, которые будут переданы Киеву, он пока не назвал. Что известно об инициативе Парижа и как французские самолеты могут изменить ситуацию на фронте в материале моих коллег. «Мираж-2000» – многоцелевой истребитель, находящийся на вооружении французской армии с 1980-х годов. Его конструкция схожа с F-16, поступившим на вооружение США пять лет до этого. Украина получит «Мираж-2005», которые оптимизированы для боя в воздухе. Это не старая модель самолета 2000С или штурмовика класса «Воздух-Земля» 2000D. На этом акцентировал внимание президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, подготовка начнется уже этим летом и займет 5-6 месяцев. Соответственно, передача самолетов произойдет ближе к концу года. При этом Макрон отметил, что Киев получит право использовать «Мираж-2005» для ударов по объектам на территории России. «Мы не даем разрешения использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население. Но чтобы нейтрализировать точку, из которой вас атаковали – да». По данным Форбс, Париж может передать Киеву около 20 истребителей «Мираж-2005». Эти самолеты способны применять крылатые ракеты «Скальп», которые Франция уже отправила в Украину. А также так называемые «умные авиабомбы» – AACM «Хаммер». На сегодняшний день носителями этих ракет являются еще советские самолеты Су-24. Но, конечно, использование с такой модифицированной советской платформой этих ракет накладывает определенные ограничения. То есть ракета должна быть запрограммирована еще на Земле. И, в принципе, после того, как самолет поднялся в воздух, пилот уже не может ни отменить запуск, ни изменить заданные цели. В отличие от «Мираж-2005», у которого есть такие функции. По словам экспертов, «Мираж-2005», как и все современные самолеты, может эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Увеличение количества «Мираж» позволит увеличить количество пусковых установок для использования ракет «Шторм Шэдоу». Как правило, из сведений противника, количество ракет, которые одновременно запускались такого типа, не превышало 12-20 штук. То есть появление «Мираж» в большом количестве позволит перейти к одноразовому пуску до 45-50 ракет. И это усложняет их перехват. Выживаемость «Миражей» достаточно высокая. Небольшие размеры делают его более сложной мишенью для пушечного огня. А достаточно большое количество средств противодействия в сочетании с хорошей маневренностью и высокой динамикой позволяют легко уклоняться от ракет. Мы не называем сейчас никаких цифр очевидной соображений секретности, конфиденциальности, во всяком случае по отношению к России. Самое важное для меня этим летом, я буду обсуждать это с министром обороны Украины, иметь возможность быстро начать подготовку пилотов и механиков. Себастьян Лекорню, министр обороны Франции, сообщает Le Monde. Программа обучения пилотов будет запущена уже завтра. Они будут проходить обучение во Франции. Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 человек. Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к Путину и заявил, что он должен осознать, Украина не станет на колени. А мир будет и дальше поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу. Спустя более 800 дней после начала агрессивной войны России против Украины ясно одно. Но Россия не сойдут с рук ее имперские планы. Украина не позволит поставить себя на колени, не позволит заставить себя сдаться. Путин должен осознать, что он не сможет победить в своей жестокой кампании, что для Украины может быть только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира. Чтобы внести ясность, работать ради мира – это не просто поднять белый флаг. Мир требует дипломатии во всем мире. И в эту новую эпоху миру нужен сильный бундесвер, который гарантирует, что никто не посмеет напасть на нас. Политика мира означает, что мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета, остаемся осмотрительными и всегда взвешиваем риски. Сильный дождь стал причиной внезапного наводнения в крупнейшем городе Австралии – Сиднее. Властям даже пришлось эвакуировать людей из затопленных районов. Основные дороги были перекрыты. Из-за повышения уровня воды закрыли и Ричманский мост. Долина Хоксбери-Неппен в Сиднее представляет собой пойму с пятью притоками, поэтому во время сильных дождей она подвержена затоплению. Погода ухудшается, и хотя сегодня на большей части территории нового южного Уэльса преимущественно мало осадков, однако риск наводнения остается. И такая ситуация сегодня сложилась во многих регионах, особенно на запад от Сиднее. Ряд европейских лидеров и генеральный секретарь НАТО осудили нападение на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксон в Копенгагене. Накануне вечером в центре столицы Дании мужчина без причины ударил премьер-министра. Пострадавшая была доставлена в больницу с легкой травмой шеи. Полиция задержала подозреваемого, и сегодня городской суд Копенгагена примет решение о наказании нападавшего. Еще три страны ЕС, Латвия, Мальта и Словакия выбирают сегодня депутатов в Европарламент. Латвии предстоит отправить в Брюссель 9 депутатов, а на места в Европарламенте претендуют 16 партий и политических объединений. Всего 271 кандидат. Словакии выбирают 15 депутатов, а мальтийские избиратели голосуют за шестерых членов Европейского парламента и сотни местных советников. Проголосовала на выборах нового состава Европейского законодательного органа и президент Европарламента Роберто Мацоло. Отмечу, что она является представителем Мальты. Я надеюсь, демократия победит. Это была продолжительная кампания, и все члены Европейского парламента во время этой кампании призывали каждого гражданина Европейского Союза в каждой из 27 стран-членов голосовать, так как в противном случае другие будут решать за вас. Сегодня, завтра у вас есть возможность сделать это. Следующие пять лет будут очень важными. На саммите НАТО в июле планируют обсудить несколько ключевых вопросов, однако о конкретных датах вступления Украины в Альянс пока говорить не будут. Об этом заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр в интервью The Washington Post. По его словам, в первую очередь союзники хотят рассмотреть план, который позволит Киеву еще больше приблизиться к НАТО. В него входит дальнейшее обучение украинских солдат, снабжение ВСУ необходимым вооружением и будущее украинских защитников после войны. Первые три составляющие уже прорабатываются в рамках формата Рамштайн. Если все усилия 50 стран будут координироваться через НАТО, это будет важный шаг к более тесному сотрудничеству между Украиной и Североатлантическим альянсом. Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО в интервью The Washington Post. Вопрос о возвращении похищенных Россией украинских детей будет одним из ключевых на глобальном саммите мира в Швейцарии. Об этом рассказал глава Офиса Президента Украины в Телеграм. Находясь с официальным визитом в Италии, Андрей Ермак встретился с главой епископской конференции Италии кардинала Матео Дзупи и поблагодарил его миссию и усилия о возвращении маленьких украинцев. Глава Офиса Президента выразил надежду, что Святой Престол будет играть важную роль и внедрит новые механизмы в этом вопросе. Венгрия примет участие в украинском саммите мира в Швейцарии. Будаперста за столом переговоров будет представлять руководитель МИДа Петер Сиярта. По словам министра Венгрии, его страна уважает дипломатические усилия Швейцарии и готова принимать участие во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня. Напомню, участие в саммите уже подтвердили больше ста стран и международных организаций. Детальнее о подготовке к обсуждению справедливого мира в Украине далее в сюжете. Заявления о провокациях в преддверии саммита мира звучат как из Украины, так и из самой Швейцарии, которая предоставляет площадку для переговоров. Киев настаивает на том, что подрывную деятельность ведет Китай. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Пекин отговаривает другие страны садиться за стол переговоров в Швейцарии и заявляет о якобы бесперспективности саммита. В Швейцарии же говорят об усилении активности по дискредитации мирных переговоров со стороны России. Подрывные действия носят системный беспрецедентно масштабный характер, что еще раз подтверждает, что мы все делаем правильно, идем по правильному пути и вместе с нашими партнерами мы создадим прецедент, когда мирный саммит будет созван не на условиях нападающей страны или на условиях страны-посредника, а на условиях устава ООН. В последние дни перед конференцией швейцарская дипломатия активно пытается обеспечить максимально возможный уровень участия в ней, вступив, по сути, в прямую конкуренцию с Россией, которая каждое сообщение, что какая-то страна отказалась поехать в Швейцарию, рассматривает как свой успех. Многие в парламенте Швейцарии видят в этой лихорадочной активности Москвы признак того, что на самом деле конференция в Бюргенштоке уже сейчас играет важную роль и имеет огромное значение. Тем более, что свое давление с использованием экономических или энергетических инструментов наращивает не только Россия. Бальц Риген-Дирген, руководитель редакции телерадиовещательной компании SwissInfo на сайте SwissInfo. Несмотря на дипломатические усилия Вашингтона и Киева привлечь Пекин к обсуждению мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, Китай остается непреклонным. По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, Соединенные Штаты поощряют и готовы способствовать участию Китая в обсуждении условий справедливого мира для Украины. Пекин же вместо этого продолжает попытки усадить за один стол переговоров Украину и Россию, что на данный момент невозможно. Мы с самого начала придавали большое значение мирному саммиту по Украине и находились в тесном контакте по этому вопросу со Швейцарией, Украиной и другими сторонами. Китай неоднократно подчеркивал, что международная мирная конференция должна отвечать трем важным составляющим. Признание всех сторон, включая Россию и Украину. Равноправное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Что касается Китая, то встреча, похоже, еще не отвечает всем трем составляющим. И именно поэтому Китай не сможет принять участие во встрече. В необходимости того, чтобы за столом переговоров в Швейцарии были представлены интересы не только стран Европы, но и так называемого глобального юга и стран Азии, уверен и президент Украины Владимир Зеленский. За тыждень. Большие усилия необходимы от стран на всех континентах, не только Европы. По информации издания Bloomberg, обсуждение трех пунктов мирного плана Владимира Зеленского – продовольственная, ядерная и энергетическая безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех» может лечь в основу дальнейших переговоров с привлечением российской стороны. Россия не смогла превратить свои преимущества на поле боя в значительные достижения, а для кремлевской армии закрывается окно возможностей для прорыва на фронте. Так, военные аналитики информационного агентства Bloomberg оценивают российское наступление на севере Харьковской области, которое длится уже практически месяц. Армия Путина увязла в боях под Волчанском и несет огромные потери, а идея создания буферной зоны на границе фактически провалилась. Россияне поняли, что игра в одни ворота закончилась, и голы начали забивать уже им. Они уже начали чувствовать это на себе, на логистических путях и местах дислокации их сил. А именно город Волчанск – город Харьков. Они их просто стирают фабами и кабами, бьют по гражданской инфраструктуре. Дмитрий Кожубенко, офицер секции планирования бригады «Рубеж», майор Нацгвардии. В эфире марафона «Едыни-Новыны». Несмотря на то, что кремлевское наступление в Харьковской области застопорилось, военно-политическое руководство России не отказывается от своих планов расширить плацдарм на северо-восточных границах Украины. Путинские войска готовят передислокацию в районе Сумской и Харьковской областей, говорят в Государственной пограничной службе Украины. Мы видим те действия, которые враг продолжает совершать напротив границы с Украиной. Никогда нельзя исключать, что он захочет или сможет расширить зону боевых действий по другим направлениям, в том числе в пределах Харьковской области или даже Сумской. На данный момент у противника недостаточно сил для достижения своей стратегической цели в Харьковской области. Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, в эфире марафона «Едыни-Новыны». Изменить ситуацию на поле боя позволило разрешение союзников Украины наносить удары западным оружием по пограничной территории России. Зеленый свет на это уже дали 15 стран мира. В Американском институте изучения войны подчеркивают, это решение союзников фактически изменило правила игры. И если Россия могла безнаказанно терроризировать Харьков баллистическими ракетами раньше, то сейчас это уже невозможно. Мы предоставили Украине возможность противостоять огню, стрелять в ответ по тем российским войскам, которые стреляют по ним. И иметь возможность выводить из строя их артиллерийские батареи, когда они ведут огонь. Эта новая политика будет очень полезна для украинцев. Ллойд Остин, министр обороны США, в интервью CNN. Нанесение ударов западным оружием по территории России заставило кремлевского диктатора прибегнуть к своему любимому оружию. Угрозам в сторону союзников Украины. Так, во время пресс-конференции с иностранными журналистами Путин заявил, что Россия может нанести удары почувствительным объектам стран, которые поставляют Киеву оружие для ударов по российской территории. Чтобы угрозы были более убедительными, Кремль решил отправить на Кубу атомную подлодку Казани несколько кораблей под предлогом учений. Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соблюдает международные нормы. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона. Из сообщения Министерства иностранных дел Кубы. Кроме этого, Путин вновь заговорил о ядерном оружии. Диктатор утверждает, что якобы оснований для того, чтобы задействовать силы стратегического сдерживания нет. Мол, это негуманно и приведет к огромному количеству жертв. Но в то же время ядерную доктрину России назвал живым инструментом. И вновь перешел к угрозам. Мол, этот документ может быть скорректирован в зависимости от международной обстановки. Вопросы обороны Украины от российской агрессии, а также военные провалы путинской армии обсудим с гостем проекта «Наше время». К эфиру «Фридом» присоединяется Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик. Добрый день. Добрый день. Дмитрий, ну вот исходя из сводок ВСУ, потери российской армии каждый день больше тысячи солдат. Говорит ли это о том, что оккупанты не прекращают наступательные действия, у них мало что получается? А также где на данный момент, на каких участках фронта сейчас самая напряженная ситуация? Давайте говорить об успешных действиях вооруженных сил Украины. Статистика потери оккупантов изменилась именно после изменения тактики ведения боевых действий. В первую очередь на Харьковском направлении. На Харьковском направлении ведутся интенсивные боевые действия в городской застройке. Передислокация подразделений Главного управления разведки Министерства обороны, которое имеет практический опыт боевых действий в условиях городской застройки, дало свои позитивные моменты. На данный момент Волчанск контролируется на 70% силами обороны Украины, и оккупанты несут серьезные потери в живой силе и технике. Об этом свидетельствует и статистика потери. Если раньше было порядка 800 личного состава в сутки, то теперь мы видим резкое увеличение потерь до 1200-1400. Причем следует отметить, что оккупанты используют в качестве штурмовой пехоты даже элитные подразделения сил специальных операций. По сообщениям самой российской стороны, отряды ССО российской оккупационной армии несут серьезнейшие потери в ходе уличных боев за Волчанск. Причем данная тактика вызывает недоумение даже у самой российской военной элиты, для чего использование подразделений спецназа для подобного характера боевых действий. По поводу вашего вопроса, где наиболее тяжелая ситуация. Это Часовьяр, где оккупанты, к сожалению, имеют определенные тактические успехи. И Покровское направление, где опять-таки сосредоточено порядка трех бригад. Следует отметить, что на данном направлении оккупантами создано преимущество в живой силе 1 к 3. То есть против трех бригад сухопутных войск страны оккупанта противостоит фактически одна бригада вооруженных сил Украины. И, как видим, противостоят успешно. Продвижение оккупантов имеет максимум тактический характер. То есть это несколько сот метров. Преимущество в живой силе оккупационных войск компенсируется за счет именно тактико-технических характеристик западного вооружения. А речь идет о том, что дальность поражения на порядок. То есть полтора-два раза выше, чем у аналогичных советских и российских, которые едят на вооружении оккупанта. Ну и, соответственно, увеличилось материально-техническое обеспечение сил обороны Украины за счет, соответственно, пакета военно-технической помощи со стороны как Соединенных Штатов Америки, так и, соответственно, наших европейских партнеров. В первую очередь, в Великобритании, Франции, Нидерландов, Дании и, соответственно, Норвегии. Дмитрий, Запад действительно усиливает поддержку Украины. Например, США на этой неделе согласовали новый военный пакет помощи на четверть миллиарда долларов, почти что. А еще Франция передает истребителей «Мираж». Как новые инициативы наших союзников могут повлиять или изменить ход войны? Ну, давайте говорить о том, что Франция передает не только «Мираж», но и, соответственно, крылатые ракеты воздушного базира «Аниаскальд», которые, и, кстати, в чем ценность данной ситуации, их использование именно с «Миражей» повысит их тактико-технические характеристики. До последнего времени украинская ВПК вынуждена была предпринимать определенные методы технической модернизации, чтобы использовать еще устаревшие советские сушки для пуска современных крылатых ракет воздушного базирования. Но данные технические новшества снижали тактико-технические характеристики данных крылатых ракет. Если будут переданы украинской стороне «Миражи», то, соответственно, возможности сил обороны Украины в моменте нейтрализации тыловой логистики оккупационных войск, в первую очередь на территории оккупированного Крыма, возрастут в разы. То есть можем говорить о том, что любой военный объект на территории Крыма окажется в зоне огневого поражения уже военно-воздушных сил Украины. Разведка Великобритании обратила внимание на предпринятые Россией меры с целью защитить Керченский мост от возможного удара морскими беспилотниками. Ведомстве проанализировали спутниковые изображения и идентифицировали появление восьми барж на южной стороне моста. Установка барж началась еще 10 мая и завершилась 22 числа. Как сообщалось ранее, британская разведка предполагает, что удары по паромной переправе россиян во временно оккупированном Крыму возле Керчи серьезно усложнило россиянам военную логистику. Дмитрий, вот в этом вот контексте нанесение удара по Керченскому мосту актуально сейчас? Да, актуально. Давайте говорить о том, что все превентивные меры российской стороны, они оказываются неэффективны. Несмотря на сообщения британской разведки, речь идет об остановлении восьми барж, процесс начался 5 мая и закончился, соответственно, в конце мая. Мы сегодня можем говорить о том, что ночью были атакованы опять места постоянной дислокации Черноморского флота, суден Черноморского флота. Начиная с фактически двух часов ночи с Крыма приходит сообщение о том, что звучат взрывы. Сначала в районе Балаклавы сообщалось о взрывах, потом в районе ТЭЦ, потом были сообщения о взрывах в районе Севастополя. Причем по сообщениям даже самой оккупационной власти Крыма сообщалось о том, что в районе Стрелецкой бухты якобы был уничтожен морской беспилотный катер. Но основной момент, он прорвался непосредственно в акваторию Севастопольской бухты. Вот это основной показательный момент. А это свидетельствует о том, что данная бухта, которая является более защищенной в техническом и военном плане, нежели Керченский мост, демонстрирует полную несостоятельность перед атакой украинских беспилотников. Поэтому удары по Керченскому мосту и не только по Керченскому, а соответственно всей логистической составляющей оккупационной армии, это соответственно и Ченгарские мосты и паромные переправы, есть законными военными целями вооруженных сил Украины. И данные атаки будут продолжены. Речь идет о том, что вооруженные силы Украины проводят, согласно классификации НАДО, первый этап каскадного характера планирования операции с деоккупацией Крыма. То есть идет речь о уничтожении систем противоракетно-противовоздушной обороны, аэродрома ВКС Российской Федерации, потом соответственно будут взяты под огневой контроль непосредственно уже логистические объекты оккупационной армии. Дмитрий, у нас остается совсем немного времени, но есть еще очень важный вопрос один. В последнее время Кремль вернулся к ядерной риторике, да? И вот это стала реакцией на решение Запада позволить Украине наносить западным оружием удары по российской территории. При этом Путин говорит, что оснований для применения ядерного оружия нет. Вот как можно объяснить вот эту биполярность мнений? Действительно ли готова Россия применить ядерное оружие, или это просто продолжение шантажа ядерного? Это продолжение ядерного шантажа. Давайте говорить о том, что даже на подобные предложения Российской Федерации о возможности применения ядерного вооружения уже прозвучали соответствующие реакции со стороны Соединенных Штатов, Франции и Великобритании. Соединенные Штаты сегодня заявили о том, что они вносят изменения в свою ядерную доктрину. А на прошлой неделе Франция испытала очередной, соответственно, носитель ядерного бояр-заряда. И это показательно. Плюс заявление Великобритании, которое свидетельствует о том, что страна готова дать отпор в случае применения Российской Федерации ядерного оружия. То есть территорика Путина о том, что европейские страны окажутся сам на сам перед возможностью ядерного удара со стороны Российской Федерации, не возомнила действия. Более того, имела обратный эффект. Как видим, это и в заявлениях Макрона о увеличении военно-технической помощи нашей страны. Ну и, соответственно, о решении 15 стран предоставить Украине возможность наносить удары по территории Российской Федерации с использованием их образцов вооружения. Путина никто не боится. Ему это дали четко понять. Дмитрий, спасибо большое за этот детальный анализ. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на связи. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами до 21.00. Именно в это время итоговый выпуск новостей на канале Freedom. Дождитесь. До новых встреч.